Вот теперь Владимир сказал очень много об истории И если мы вспомним вот эти высотные две доминаты в поддании Если Мендельсон в 19-м году еще физически, исходя из развития строительной техники в Германии Просто не мог реализовать свои замыслы в железобетоне И до 50-10 лет уже в России, после, можно сказать, военной России Яков Черников строит свою башню, как вы видите, из монолитного железобетона Друзья, если вы присмотритесь пропорциям отдельных элементов Например, рассмотрим колонну, то она очень гибкая Отношение ее высоты к ее сечению, можно сказать, на грани предельных значений даже по современным нормам Понятно, что тех методик расчета железобетона, которые есть сегодня в вашем распоряжении 90 лет назад не было и быть не могло Тем не менее, художник-архитектор, интуитивно чувствуя новый материал Ему удается вот нащупать вот эту тонкую грань, при которой конструкция остается устойчивой и прочной Кроме того, если вы приглядитесь по меня, здесь даже можно нащупать золотое течение Вы видите, красивое отношение вот этой перемычки к средней части И вверху они повторяются, например, в здании абсолютно классических Где есть нижний сокольный один-два этажа, средняя колоннада и мощнейший актик, либо карниз Так что вы можете видеть, что волчонтеры